Добрый день дорогие друзья! В эфире 10 юбилейный выпуск самый спортивный из региональных программ реальный спорт Ульяновск. И сегодня мы с вами сделаем 10 тысяч шагов к жизни, посетим мастер-класс известного ульяновского борца Михаила Елизарьева, откроем выставку спортивных раритетов и вместе с Олимпийским патрулем съездим в Сурский район. И по традиции спешу представить нашего специального гостя в студии. Директор школы Олимпийского резерва по борьбе Андрей Иванович Криков. Андрей Иванович, здравствуйте! Здравствуйте! И сразу вопрос сходу. Скажите, пожалуйста, оправда ли, что у вас есть высшая награда судейского корпуса «Золотой свисток»? Ну да, я в 2004 году получил «Золотой свисток» как лучший арбитр России. А в 2011 году на чемпионате мира, который проходил в Стамбуле, получил «Золотой свисток» как лучший арбитр мира. Уверен, что такой экспонат когда-нибудь займет достойное место на региональной выставке спортивной славы. Ну а наш сюжет сейчас в выставке, организованной Государственным музеем спорта. Коллекционерам значков, плакатов и старого спортивного янтаря просьба не беспокоить. Экспонаты выставки, которые открылись в Ульяновском художественном музее, не продаются, потому что это история нашего государства и, в частности, история спорта. В этих экспонатах она же заряжена энергией действующих спортсменов, энергией прошлых спортсменов. Но самого начала заряжена. Это настоящие экспонаты тех вещей, которые принимают участие в Олимпийских играх в том числе. Выставка «О спорт и мир» – совместный проект ульянских музейщиков и специалистов Государственного музея спорта. Она посвящена году детского спорта, объявленного в Ульяновской области. Именно поэтому на стендах множество экспонатов, связанных состязаниями подрастающего поколения. Временной разброс велик – от 60-х годов прошлого века до начала века нынешнего. Меня поразило инвентарь хоккеистов, потому что он за последнее время очень сильно изменился. Всевозможные клюшки, защита. И в целом картины, которые здесь показаны, они передают ощущение спортивного советского прошлого, которого, наверное, многим не хватает людям. Всего около 200 экспонатов, включающих в себя не только спортивный инвентарь, но и значки, вымпелы, постеры, афиши соревнований, картины. Среди них известное плотно ульяновского художника Ивана Лежнина проиграли, на которой вся палитра эмоций игроков и тренеров хоккейной команды после поражения. Еще больше атмосферы спортивных состязаний, лиризма и искренности детей спортсменов в 26 автолитографиях столичного художника Эмилии Глебовой. Когда мы нашли литографию Эмилии Глебовой, это было такое возмущение положительное в пространстве среди искусствоведов. Это довольно известная художница советская, и найти целый цикл было большой удачей Государственного музея спорта. Спортивные игры и единоборство, состязания международного уровня и соревнования для начинающих спортсменов. Тематика экспонатов выставки обширна и разнообразна. В Ульяновском художественном музее ей отвели один из залов, и познакомиться с ее содержанием можно будет в ближайшие полтора месяца, до самого конца мая. Андрей Иванович, справедливость – это, пожалуй, одно из ключевых качеств, с которым должен обладать спортивный арбитр, судья. А вот по вашему мнению, какими ключевыми качествами должен обладать директор спортивной школы? Ну, директор школы должен обладать, несомненно, тоже с качеством, как справедливость. Он должен быть очень хорошим организатором, который может организовать работу, значит, и с тренерами решить какие-то вопросы, быть коммуникабельным. И самое главное, чтобы у него был очень хороший контакт с тренерами, с сотрудниками. Почему? Потому что школа – это единое целое. И только когда в коллективе царит хорошее взаимопонимание, только тогда можно добиться хороших результатов. И, кстати, Андрей Иванович, следующий наш сюжет мы снимали в стенах вашей спортивной школы. Мы сейчас переносимся в школу борьбы, где мы присутствуем на мастер-классе известного ульяновского борца Михаила Елизарева. Два Кубка мира, а также титулы чемпиона СССР и России давно уже сделали заслуженного мастера спорта страны Михаила Елизарева легендой ульяновской борьбы. Это он в свое время придумал прием – ключ Михаила Елизарева, против которого у соперников не было шансов. Но самое главное – после окончания карьеры Елизарев нашел ключ к детским сердцам и стал тренером в родной спортивной школе. Михаил Евгеньевич меня научил очень много приемов. Иногда он мне говорил, что не надо никогда сдаваться, нужно всегда идти вперед. В простой в общении Михаил Елизарев – один из самых любимых наставников областной школы борьбы. Именно поэтому его мастер-класс собрал без малого полсотни юных спортсменов от 10 до 16 лет. Парочки коронных приемов вполне достаточно, чтобы встреча для детей не прошла бесследно, считает Михаил Елизарев. Как бы немножко толкаемся, боремся, а затем, учитывая то, что я начал выдавливать соперник, он на меня пошел, я ногу отставляю, и в позу победителя, получается, в борцовской ситуации поставил на мозг. Все-таки они еще дети и боятся порой внешне, визуально войти в контакт с партнером. А мы учим тому захвату, с которым можно даже покрепче парня поймать на ошибке, споткнулся он или еще и положить его на спину. Сам Елизарев признается, что ему по душе больше индивидуальной тренировки, когда молодые спортсмены задают вопросы не в целом про борьбу, а обращаются за нюансами приемов. Но при этом наставники отмечают, что в год детского спорта, объявленного в Ульяновской области, такие мастер-классы – часть большой пропагандистской работы, которая также важна, как и индивидуальные занятия. Это популяризация борьбы, во-первых. Это самый лучший, наверное, вид спорта, скажем так, даже не буду греть душой. Это путевка в жизнь всем видам спорта. И он честный вид спорта, где отношения выясняют один на один. Полчаса Елизаревского мастер-класса пролетают как одно мгновение. Юным спортсменам позволено прикоснуться к кубкам и медалям, завоеванным легендарным ульяновцем на соревнованиях самого высокого ранга. И, конечно, фото на память. Не исключено, что на нем уже есть тот, кто через несколько лет придумает свой ключ, такой же победоносный, как и ключ Елизарева. Нельзя не согласиться, что борцы поставили мастер-классы буквально на поток. И совсем недавно мы в студии лицезрели мастер-класс Евгения Голованова, вашего ученика, кстати, между прочим. Скажите, пожалуйста, вы сейчас поддерживаете отношения? Ну, конечно. Мы с Женей прошли очень большой спортивный путь. Больше и более 10 лет мы были в сборной команды, ездили на соревнования, добивались больших результатов. Сейчас очень здорово и классно то, что он работает в нашей школе на базе спортивного комплекса «Торпедо» тренером. И работает с ребятами, передает им свой опыт и воспитывает хороших спортсменов. Ждем-ждем от ульяновских борцов чемпионских результатов. Ну, а сейчас я предлагаю перенестись в Сурский район и узнать, какие базовые виды спорта намерены там развивать. Пока здесь горы песка, строительного материала, котлован с десятком забитых свай и несколько мастеров, работающих трейсмены. Но к сентябрю, уверяет глава администрации Сурского района Дмитрий Колгин, здесь будет спортивный город-сад. В Сурском возводят центр бокса и пауэрлифтинга. Вот вся вот эта территория, она занимает порядка 5 гектар. И вся она будет подана как раз для того, чтобы спортивные объекты были здесь построены. Здесь парк будет, здесь чтобы точка притяжения для молодежи. Тем временем эта самая молодежь пока занимается в местной спортивной школе. На очередную тренировку к юным спортсменам пожаловал знаменитый ульянский боксер Алексей Лезин. Приехал не с пустыми руками, привез свои медали чемпиона мира, чемпиона Европы и олимпийскую бронзу. Но самое главное, провел мастер-класс с элементами разминки. Пошли уклоны, уклоны, удары, уклоны, удары. Еще, 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 еще сильнее. Двойные удары спарили снизу, сбоку. По мере необходимости, когда приглашаются, стараюсь никогда не отказываться от тренировки, упражнения делаю и все те, которые я сам делал. Вполне ничего присутствовало, прям охота равняться на такого человека. Я узнал новые элементы там, как разминки. Мне захотелось стать точно таким же, как Алексей Лезин. Встречи юных боксеров с легендарным Лезиным, а равно как и мастер-класс тренеров футбольного клуба «Волга», прошли в Сурском в рамках областной акции «Олимпийский патруль». Ее финальный аккорд – создание в районе филиала регионального отделения Олимпийского совета, активисты которого теперь с удвоенной силой будут продвигать в массы базовые виды спорта – бокс, футбол и хоккей. Это большая честь для меня, то, что спортивно-общественность Сурского района возглавляет на меня такие надежды. И в этом я стараюсь не подвести свой район и продвигать олимпийские виды спорта. Сурский район стал пятым после Ульяновского, Майнского, Сенгелеевского и Инзинского, где уже работают отделения областного Олимпсовета. За два ближайших года олимпионики намерены создать подобные структуры в каждом муниципальном образовании региона. На очереди – Корсун. Что ж, «Олимпийский патруль» – действительно интересный проект. Реализуемый, кстати, региональным министерством спорта и Олимпийским советом Ульяновской области. В сюжете мы услышали слово «бокс», но не услышали слово «борьба». Андрей Иванович, в каких районах Ульяновской области развивается Ваш вид спорта? Основная задача нашей школы как областной – это, конечно же, открытие наших отделений в районах области. За последние два года мы открыли отделения в таких районах, как Цельна, Инза, Средние, Тимирсяны, Димитровград, Титюшская. В этом году мы планируем открытие наших отделений в таких районах, как Кузоватого, Димитровград и Чердаклы. Итого у нас получилось семь районов. Достаточно серьезное заявление. Мы точно теперь уверены, что новые спортивные таланты в Ульяновской области найдутся. К тому же это еще и хорошая популяризация активного образа жизни. И вот об одном из таких проектов на следующий сюжет. 177 километров за 13 дней на своих двоих. Такое необычное достижение покорилась жительница Ульяновска Александра Прошиной. Это один из лучших результатов заочного всероссийского фестиваля ходьбы, прошедшего пару месяцев назад. При этом пешие прогулки стали неотъемлемой частью жизни Прошиной совсем недавно, в период пандемии. Я ходила раньше на фитнес, на йогу, на цигун. Потом я в силу своего возраста и в силу вот этих обстоятельств не могу ходить в помещение. И я стала ходить ходьбой. Как убежденный любитель здорового образа жизни, Александра Прошина приняла участие во всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни». В Ульяновске на призыв организаторов проекта откликнулись около трех тысяч жителей региона. Каждый из них отмечает, ходьба не только безопасной, но и самый доступный вид физической деятельности. Двигаются все мышцы. Это первое. Во-вторых, это дыхание, которое становится ровным и как раз регулирует вот это движение мышц. Ну и третье – это удовольствие от природы, к которой всегда идешь и смотришь. Среди участников акции – любители северной ходьбы клуба «Симход». Он действует в Ульяновске с 2018 года и базируется во Владимирском саду. Именно активисты «Симхода» в первых рядах пешего старта на площади Ленина. Поскольку для любого человека пройти 10 тысяч шагов в день, говорят сами ходоки, не рекорд, а вполне себе задача по плечу. А мы и так, каждое воскресенье и так ходим. И почему бы наше занятие не провести с пользой и на своем примере не показать людям, что это некий оздоровительный, активный образ жизни, он полезен для любого возраста. Наряду с любителями северной ходьбы в акции стартуют и те, для кого пешие прогулки пока не норма, а приятные исключения в распорядке выходного дня. Положительных эмоций добавляет яркое солнце. Как по заказу для ходоков ни облачка на небе, ни дуновение ветерка. Работают абсолютно все органы, сердечно-сосудистая система прямо на высоте. Сразу разрумянилось лицо очень хорошо. Супер. Около часа продолжается акция «10 тысяч шагов к жизни». Маршруты старта пролегают по главным пешеходным зонам областного центра. У некоторых испарено на лбу и спине. А для активистов СИМ-хода это только разминка. Недостаток нагрузки они намерены восполнить уже после того, как вручены сертификаты участников акции. Пройдено 3,5 километра. Сейчас у нас будет еще дополнительная тренировка, и мы добьем 10 тысяч шагов. Таким образом Ульянск присоединился ко всероссийской акции. В этом году она прошла уже в шестой раз. Под девизом «Все вместе к более справедливому и здоровому миру». Кроме нашего региона, проект поддержали еще в 150 городах страны. Андрей Иванович, до Олимпиады осталось всего 106 дней. Помечтаем? Конечно. Завоюет ли путевку в Олимпийский Токио Инна Трожакова? Знаете, мы все очень надеемся на то, что Инна завоюет путевку, попадет на Олимпийские игры и станет олимпийской чемпионкой. Мы все этого очень хотим. Ух, хорошо. Как говорится, держим кулачки. Дорогие друзья, несколько наших спортсменов бьются за попадание в Олимпийскую сборную команду Российской Федерации. Кроме того, три наших паралимпийца уже завоевали путевки в Токио. Но об этом вы узнаете в наших следующих выпусках. С вами был Реальный Спорт Ульяновск. Всем доброго здоровья и пока! Субтитры подогнал «Симон»!